С вами Николай Пивненко в проекте Дата. Сегодня 1 апреля и дурачиться будем в конце программы. А пока я готов вам сообщить, что ежегодно в этот день вся планета отмечает еще и Международный День Птиц. Это интернациональный экологический праздник. Цель проста – сохранение видового разнообразия и численности птиц. Также сегодня день пробуждения домового у нас, у славян. К 1 апреля весна считалась окончательно вступившей в свои права. Именно в этот день необходимо было пробудить домашний дух от зимней спячки. Конечно же, это не могло понравиться домовому. Он был не в духе, всем недоволен, ворчал и мог даже напакостничать с досады. Чтобы задобрить маленького хозяина дома, в помещениях устраивали масштабные работы. Затем был плотный обед, но перед этим домового умасливали с добной выпечкой, кашкой, молоком и хлебом. И домовой становился добрым. В этот день появились на свет в 1431 году Франсуа Виньон, французский поэт и вор-преступник. Повешен после 1463 года. В судебных архивах он выступает в качестве плохого парня. Сам Франсуа получил университетское образование и все ученые степени, которые существовали в его эпоху. От бакалавра до магистра. В поэзии Виньона отражены обе эти стороны его жизни. Образ бандита и образ ученого. А есть даже такое. Прямо как про сегодня. Красы девичьей нет в помине. Увял лица молочный цвет. И плеч округлых нету ныне. А груди как? Пропал и след. Все сморщилось. Один скелет. Вход в сад любви. Фи не для ласки. Упругих ляжек больше нет. Две дряблых сморщенных колбаски. 1809 год. День рождения Николая Гоголя. Выдающегося русского писателя, драматурга, философа, автора знаменитых комедий «Ревизор» и многих других. Ну а также сборник «Вечера на хуторе Близди Каньки». А также поэма мертвые души. Любопытно, что писатель очень любил миниатюрные книги. Например, он законспектировал энциклопедию по математике, при всей нелюбви, кстати, к этой науке, так как размер книжицы составлял около 10 сантиметров в длину и 7 в ширину. В общем, странный был человек, но классик. 1815 год. День рождения Отто фон Бисмарка, первого ресканцлера Германской империи, объединителя страны. И вот тут начинается интересное. Бисмарка, оказывается, многое связывало с нашей страной. Служба в России, ученичество у Горчакова, знание языка, уважение к русскому национальному духу. Была у Бисмарка и русская любовь. Звали ее Катерина Орлова-Турбецкая. У них был бурный роман на курорте Биорица. Даже самый благоприятный исход войны никогда не приведет к разложению основной силы России. Русские, даже если их расчленить международными трактатами, так же быстро вновь соединятся друг с другом, как частицы разрезанного кусочка ртути. Это неразрушимое государство русской нации, сильное своим климатом, своими пространствами и ограниченностью потребностей. Так говорил Бисмарк о России. 1873 год, день рождения Сергея Рахманинова, великого русского композитора, пианиста, дирижера. В 1917 он эмигрировал, жил преимущественно в США. Бойкот, учиненный произведением композитора на родине, начинается весной 1931 года после его статьи в New York Times, где Рахманинов осуждает первые волны сталинских репрессий, бесконечные чистки и лагеря, в которых уже мучились и погибали тысячи безвинных жертв террора. 1883 год, день рождения Александра Александрова, советского композитора, дирижера, педагога, деятеля советской хоровой культуры. А в 1906 году родился знаменитый авиаконструктор Александр Яковлев. Легко понять, что создавал он знаменитые яки. 1983 год, день рождения российского певца и актера Сергея Лазарева. Ну а теперь о некоторых событиях этого дня. 1778 год. Нью-орлеанский бизнесмен Оливер Поллок придумал знак доллара. Для этой валюты традиционным сокращением в деловых бумагах было сочетание букв PS. Записывая выручку в свои бухгалтерские книги, Оливер Поллок стал использовать значок, в котором эти буквы совмещались. И в итоге появился знак после некоторых сокращений. 1923 год. После пятилетнего перерыва возобновлен выпуск журнала Огонек. В послевоенные годы у него была странная судьба. Сначала при Анатолии Сафронове он был крайне правым, воспевая каждый шаг властей. А затем при Виталии Коротиче уже в годы гласности журнал перешел на крайне левые позиции и начинал крушить прошлое, развенчивать мифы социализма. Был безумно популярен и, кстати, существует до сих пор. Но какой он сегодня? Прочтите сами. 1938 год. В Швейцарии состоялась первая широкая презентация растворимого кофе. Способ получения ароматных кофейных гранул стал плодом семилетних лабораторных изысканий химико-технолога швейцарской фирмы Макса Моргенталера. Ну а сегодня этот кофе покупает не каждый, потому что есть такое ощущение, что от кофе там практически ничего не осталось. 1953 год. В СССР объявлено о новом, самым крупном за послевоенный период снижении цен на многие продукты и почти на все потребительские товары. 1991. Официальный распуск военных структур Варшавского договора, обещанного якобы мифического распуска с другой стороны блока НАТО, так до сих пор и не произошло. 2001 год. В Нидерландах заключены первые в мире однополые браки. При этом Голландия становится первой страной в мире, которая предоставляет право однополым парам заключать брак, при этом наделяя их равными правами с разнополыми парами во всех аспектах семейной жизни, включая даже возможность усыновления детей. Ну и 1 апреля. Всемирный день смеха, день дурака. Какое название лучше выбирать вам или, возможно, за вас это сегодня сделают другие. Жаль только я не вижу, какого цвета у меня сейчас спина. С вами был Николай Пивненко в проекте ДАТА.